всем привет с вами снова александр и компания эспира все не перестает меня удивлять своими интересными новинками от этой компании если честно я не ожидал столько много новинок в таком качественном исполнении вот сегодня мы с вами будем изучать модельку которая у нас называется эспира альфа с приставочкой айсайз это кресло которое уже соответствует новому стандарту айсайз то бишь доверять ребенка ему можно айсайз то бишь вы долго возите ребенка против хода движения имеется в виду вот ну и соответственно обязательный краш-тест и все здесь проведено вот что она из себя представляет это кресло в нашей категории 01 это с рождения до 18 килограмм ну приблизительно метр роста ребенка до метроста ребенка я посмотрю вес самого кресла она была тяжел достаточно до 15 4 килограмма имейте ввиду это не самое тяжелое кресло но она достаточно тяжелая если вам нужно будет переносить его из машины в машину имейте это в виду перед покупкой это иногда в комментариях ругаются что не говорю вес самого кресла для кого-то это важно соответственно что она себя представляет с рождения до 4 лет я его сейчас разверну уже лицом чтобы вы посмотрели что она себя представляет вот но показывать буду для ребенка сначала новорожденного а потом уже разверну и расскажу уже о нем более детально что нужно чтобы с роддома забирать ребенка нам нужно кресло снять вот здесь вот рычажок оттягиваем все она у нас таким образом сейчас вот так она у нас достается вот как она выглядит и соответственно у нас комплекте идет база изофикс все ставим на нее разворачиваем кресло потому что новорожденного ребенка нам нужно возить против хода устанавливаем вот и с помощью кнопочки красненькая вот здесь вот в этом месте мы можем регулировать наклон соответственно пока ребенок совсем маленький мы вот так возим подрастает уже более-менее хочется ему присесть можно сделать более сидячее положение и освободить ему место для ножек здесь есть упор для жесткости с этим вот все в порядке ребенок упирается ногами сюда соответственно вот таком положении мы возим ребенка минимум до 9 месяцев но как подразумевает стандарт айсайз можно возить и дольше до полутора лет принципе можно откататься если ребенок у вас достаточно спокойный и может еще после 9 месяцев ездить против хода ездите пока можете когда уже все уперся уже не хочет все тогда спокойно пересаживать соответственно снимаем кресло потом когда он подрастет переворачиваем его устанавливаем все здесь вы не промахнетесь как только вы поставите здесь двух сторон загорится зеленый индикатор говорящий о том что кресло вы поставили правильно соответственно так она у нас выглядит здесь установлена целая система не попросит этого слова вкладышей которая делает правильным положение ребенка новорожденного в автомобиле под ребенок пока маленький вы мы ничего не вытаскиваем все окей у нас дополнительный вкладыш на подголовники есть и вот такой вот на вкладыш вот смотрите как он выглядит это для совсем маленького чтобы выровнять спинку ребенок подрос можно этот вкладыш вытащить соответственно и эксплуатировать его дальше вот с этими вкладышами когда понимаем что ребенок уже ну ему нужно больше места эти вкладыши мы тоже легко демонтируем они легко снимаются и остается у нас еще больше места для ребенка сам ребенок здесь пристегивается пятиточными ремнями ремни естественно с мягкими накладками кругом с антискользящим покрытием на плечевой зоне с хорошо защищенным накладкой защищенной на паховой зоне в общем с этим все в порядке что еще хочу заметить сами крепежи здесь металлические часто бывают пластиковые но вот кто-то говорит ненадежно для таких кто так думает пожалуйста здесь металлические ремешки вот застежки имею ввиду хотя и в пластике тоже все нормально никуда никогда не денется ничего не за не случится так что касается подголовника подголовник у нас регулируется с помощью без петелька отжимаем и она вот смотрите насколько растет растет она как раз таки где-то до метра роста ребенка запаса вас будет и регулируется по высоте она вместе с ремнями то бишь ремни отдельно перри вставлять не нужно это очень удобно что касается ткани ткань не могу ее назвать какой-то там супер тактильно приятной но и назвать ее неприятной тоже не могу я имею ввиду что некоторых топовых например немецких брендах есть специальный некий с какой-то там джинсовой тканическую то там приятной натуральной тканью нет это обычная стандартная ткань как у тех же немцев не в специальных сериях все стандартно все нормально тактильно не раздражает вот насчет как будет летом очень сложно сказать если вот оставлять вкладыш да он натуральным кажется очень приятный вообще без вопросов летом я думаю что как раз таки благодаря этому вкладышу и будет меньше потеть спинка ребенка если убрать может быть будет потеть не могу сказать вот сложно сказать то что новое кресло еще не катали летом посмотрим что будет дальше на ощупь стандартно как у большинства кресел так что касается пространства внутри вот смотрите здесь реально вместо много поэтому горюч хотите освободить место для ребенка просто убираете отсюда вкладыши так что касается комфорта ребенка по ходу движения здесь у нас на кресле обозначена цифрами положения вот мы просто сидим наклон это максимальный средний и мы сели соответственно ну вот средний никто не ловит обычно или наклоняем или посадили ребеночка ну вот смотрите угол наклона вот чтобы вы понимали какой этого угла достаточно чтобы ребенок если уснул голова под своим же весом вперед не падала поэтому нормальным спокойно поспит ребенок вообще без вопросов так что касается скрыт самого кресла его крепление к автомобилю у нас классическая схема с упором в пол и изофиксом изофиксом изофикс у нас классический металлический без всяких там ремешков просто пристегнули что очень удобно он регулируется по отдельности каждый это действительно облегчает установку посмотрите я поставил упор в пол задвинул все кресло стоит все когда пристегнули приезжали чтобы поплотнее она все стало но упор в пол поставили чтобы он прям намертво стоял и все кресло никуда не денется собственно можно ехать так по большому счету добавить мне больше нечего все что хотел рассказать по креслу вам рассказал мои первые впечатления я уже в начале сказал что не перестает удивлять компании спира своими новинками кресел потому что я не думал что у этого бренда будут такие классные кресла этих кресла дают вам их вот основной такой плюс это цена-качество соотношение вот она на текущий момент 100 сейчас посмотрю секунду 19 до 19 половиной тысяч это на текущий момент сегодня я говорю цену актуальную цену по ссылке в описании посмотрите когда будет ролик смотреть я не знаю соответственно цена-качество этот бренд дает реально классная вот подобного рода хороший немец ну перевалит уже я думаю за 25 29 а если говорить о старших немцах там уже полтосику цена приближается поэтому дешево сердито смело могу вот как бы рекомендовать эти кресла по соотношения на качество все прекрасно и еще мне нравится тем они что они удобные мы всегда меряем кресло с детьми сажаем детей смотрим как они сидят хоть и верхней одежде нельзя конечно возить детей но в россии не все это понимают верхней одежде даже ну конечно не в огромных пуховиках а просто курточки ребенок нормально помещается но снимайте верхнюю одежду на самом деле не рекомендую но помещается запас пространство есть поэтому ищите относительно недорогое кресло хорошая по соотношению цены качества смело могу вам рекомендовать это кресло от компании спира вот но а я единственная хочу в заключении пожелать вам хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка если обзор был полезен ставьте свой царский жирный лайк подписывайтесь на канал и до свидания